Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, 25 января, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к евреям. Глава 11, стихи 8 и с 11 по 16. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы обращаем свой взор на послание апостола Павла к евреям. Глава 11, стихи 8 и с 11 по 16. И опять апостол Павел продолжает тему веры. Он приводит сначала образ Авраама и образ Сары, которые доверились Богу. Это один из ключевых моментов Пятикнижия Моисея. В книге «Бытие» на протяжении 50 глав разворачивается история древнего народа, родоначальника народа Божия Авраама. Сначала идет история сотворения мира, затем история первых людей, первого грехопадения, история потопа и нового человечества, которое заключило завет с Богом через Ноя. И далее рассказывается об Аврааме, которого призывает Бог, и тот откликается. Апостол Павел довольно часто обращается к образу доверившегося Авраама. И посему он и назван отец всех верующих, потому что именно еще до того, как был рожден закон, он назван праведным. Праведным не потому, что он исполнял заповеди, праведным потому, что он доверился Богу. И пошел туда, куда не знал. Пошел туда, куда вел его Бог. Он не знал, что там. Он не думал, что там. Но он доверился, и Бог вел его все это время. Мы знаем из книги «Бытия» о том, что Бог обещал Аврааму. Обещал, что все племена земные благословятся в его семени. Он был бесплоден, и Сара была бесплодна, и об этом тоже сказано в сегодняшнем отрывке. И они доверились Богу, когда он сказал, что они родят ребенка. Он доверял, Авраам доверял Богу, когда Бог сказал принести в жертву единственного их сына, Исаака. Он доверял Богу до самого конца. И мы видим, что окончательно обетование, которое было дано Аврааму, не исполнилось. То есть, они не унаследовали во всей полноте обетованную землю. И все время, говорит здесь наше послание, они радовались и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле. И что... Ибо те, которые говорят так, показывают, что они ищут отечество. Но они искали отечество не своего, ибо отечество Авраама — это город Ур халдейский, откуда он и отправился в свое путешествие. Это территория современного Ирака, современной Месопотамии, территория современной Сирии и Ирака. И он отправляется оттуда. Но даже когда он приходит в землю обетованную, он еще не наследник ее. И он умирает с этой надеждой. И далее мы видим, что история этих обетований и история доверия Богу продолжается. Продолжается в потомстве Авраама. В Исааке, в Иакове и в Иосифе. И, наконец, Моисей уже изводит египетский народ, вернее, еврейский народ из Египта. И Иисус Новин заканчивает то, что было обетовано Аврааму. То есть он захватывает землю обетованную. Но! На этом, казалось бы, должно закончиться Священное Писание. Однако, мы видим, что оно не заканчивается и продолжается. Значит, пророчество и то обетование, которое было дано Аврааму, оно имело двойной характер, пророчество так называемого двойного исполнения. И мы видим, что в своем высшем смысле это было обетование о наследии небесной земли, небесного царства, о чем и сказано в сегодняшнем отрывке. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Почему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, «Ибо Он приготовил им город». Мы видим, что автор послания говорит о городе. И это как раз-таки тот город, та истинная отчизна их, к которой стремились Авраам и Сара. Это небесный Иерусалим. Это небесное царство. Нужно понимать, что все мы на земле пришельцы. Это важно помнить. И важно понимать, что, как в многих притчах, Господь наш Иисус Христос говорит о том, что нам дана земля в пользование, нам дан талант, и мы дадим отчет о проведенной жизни. И также и мы называем храмы, в которые ходим, приходом. А это происходит от греческого слова «проксия», что значит «пришелец», «путешественник». Это важно. Важно то, что мы воспринимаем свой храм, свою общину, как общину людей, тех, кто находится в путешествии. В путешествии по пустыне этой жизни, к живительному источнику, к оазису. И должны воспринимать свою жизнь именно так и доверять Богу. Святитель Иоанн Златоуст, толкуя слова, отрывка «посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом», он говорит о том, что, смотрите, Бог есть создатель мира, безусловно. Бог есть Бог иудеев, но и Бог язычников, так как Он один истинный Бог, а все остальное, суть идолы, никаких других Богов не существует. И вот, называя себя их Богом, Он Бог для всех. Но здесь, говорит святитель Иоанн Златоуст, он говорит, называя себя их Богом, он говорит, что имеет в виду, называя себя их другом. Здесь говорится о тесной взаимосвязи между праведниками Ветхого Завета и Богом. Дорогие братья и сестры, мы должны вдохновляться праведностью Ветхого Завета, помня о том, что не всегда то, что мы просим, будет исполняться. И не в этом заключена суть веры и утверждение веры. Вера – это и есть доверие Богу. Доверие прежде всего в том, что Он спасет нас, Он будет нашим ходатаем на страшном суде. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры. Помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе. И до новых встреч. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое приемы и решенье без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова